Здравствуйте! Сначала, как всегда, кратко, без комментариев. Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Кабахидзе заявил, что насчет референдума пошутил. Баку и Реван договорились о прекращении огня. Лучич предупредил о самой тяжелой с 1945 года зиме в Европе. А сенаторы США вновь хотят включить Россию в список спонсоров терроризма. А теперь подробно. Прилетело уже и в Ставрополье. Неизвестный летательный аппарат упал в Туркменском округе Ставропольского края. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону. В 17.05 МСК поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кенджекулак Туркменского района Ставропольского края. Информация уточняется. Сказано в сообщении. По информации телекарам канала МАШ, в результате падения беспилотника пострадали пять человек, в том числе семилетний ребенок. По словам местных жителей, были слышны два мощных взрыва. От украинских позиций, откуда теоретически мог прилететь беспилотный аппарат, до этого Туркменского района никак не меньше 650 километров. На какую же дальность рассчитаны украинские беспилотники, если это украинские? С таким же успехом тогда можно бомбить Москву, если из Харькова, а из какой-нибудь Шостки и того ближе. Российские войска не отступили, а перебросились. Для достижения заявленных целей специальной военной операции принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении, говорит в сообщении Министерства обороны. В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней. За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат. За время переброски войск было уничтожено больше 2000 иностранных и украинских боевиков, а также 100 единиц вражеской техники подчеркнули в Минобороны. Ранее военно-гражданская администрация Харьковской области сообщила о срыве российскими военными попытки окружения и захвата Балаклея, предпринятой в СССР. Сначала украинские военные смогли прорвать линию обороны, однако затем были обброшены. Это я полностью привожу сообщение Москвы-24. Вот какая оборона и угроза окружения, если войска просто перебрасывают. С одного направления на другое. Не говоря уж о том, что на Донецком направлении ВСУ в 8 лет укрепляли позиции и концентрировали войско и технику, а на Харьковском все было свободно. Ну, в общем, я восхищен правдивостью и логичностью официальных сообщений. Мы никуда, никогда не отступаем, мы наступаем назад. Жители казахстанской столицы поддержали предложение вернуть городу название Астана. Это следует из трансляции публичных слушаний, которая велась в социальных сетях местного представительного органа власти. На этой неделе городские власти предложили высказаться по поводу переименования столицы. Так, заместитель директора Института Истории государства Буркетбай Айаган отметил, что роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении Казахстана была неоценимой, но переименование столицы в его честь оказалось поспешным. Но новое переименование города обойдется значительно дешевле, чем три года назад, когда Астана стал Нурсултаном. В 2019 году мэрия потратила на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 60 тысяч долларов. Но в этом году расходы будут намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот. Столица Казахстана стала Нурсултаном в марте 2019 года. С идеей переименования тогда выступил не кто иной, как Касым Жамар Такаев. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в Конституции. В начале сентября депутатская группа «Жана Казахстан», то есть «Новый Казахстан», предложила вернуть столице название Астана. По мнению парламентариев, неправильно при жизни человека называть его именем города. Ну, может и неправильно. Ведь есть и другой способ избежать этого казуса. Вот нет человека, нет и проблемы. И вопрос, какое же название является историческим? До вхождения в состав России в Казахстане городов вообще не было. Основан нынешний город казаками в 1830 году, как Акмолинск. И до 1961 года так и назывался Акмолинском. В 61-м, в 92-м годах стал Целиноградом, а затем Акмолой. Что-то вроде «Белой могилы» по-казахски. Не очень благозвучно. Ну, дальше история известна. И по всему выходит, что историческим названием и является «Белая могила». Режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна Хинамнор ввели в шести муниципалитетах Приморья. В ликвидации последствий бедствия участвуют более 750 человек и почти 300 единиц техники. Из 1072 приусадебных участков, которые затопило во время тайфуна, вода остается только на 180. Это сообщило местное МЧС. Три человека погибли. В шести населенных пунктах остается подтоплено 63 частных дома и 180 приусадебных участков. За сутки восстановлено семь мостов, а поврежденными остается 21 мост. Дорожное сообщение нарушено с 11 населенными пунктами. Авиация МЧС России доставлена груза общей массой около 35 тонн, включая 24,5 тонны гуманитарной помощи. Людям доставляются продукты питания, предмет первой необходимости. Бутилированная вода, хлеб, мука, газовые баллоны, портативные газовые плиты. Губернатор Кожемяка обратился с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧАЭС федерального уровня. Ну, ответ центра пока неизвестен. Во время дежурства у гроба Елизавета II Королевский стражник упал в обморок. Дожили. Раньше стражников, обычно наемников, во дворце прозвали бифитерами, пожирателями бифштексов. Здоровые были такие дядьки, мордатые, розовощекие, ну как на картинке Джина Бифитер. А теперь что за золотушное поколение? Я сначала думал, что привиделось что солдату, ну как в Гоголевском виде. Но посмотрел видео, нет, кругом народу полно, и королева покойная лежит смирно, в гробу не летает. Ну, значит, стейки в Макдональдсе стали совсем не те, что раньше пожирали наемники во дворце. Ну, или не в коня корм.